Знаете, для того, чтобы понимать масштаб, уровень и вообще само это преступление, нужно знать Сергея Шефира. Сергей Шефир – это человек, который, наверное, в своей жизни не обидел даже мухи. Высокоинтеллигентный человек, интеллектуал. В силу своего характера он никогда не общается с людьми даже с намеком на какое-то хамство. Это глубокоинтеллигентный человек, у которого априори не может быть врагов. Вот есть маленькая категория людей, у кого даже врагов быть не может. Настолько они умеют наладить коммуникацию, настолько они честны, порядочны и понятны. Вот Сергей Шефир именно такой человек. Поэтому сама история, которая вот случилась, она требует, конечно же, глубочайшего расследования. Я думаю, что всему миру надо показать, кто является исполнителем, кто является сообщниками исполнителя и, конечно же, кто является заказчиком. То есть надо показать мотивы этого преступления. Сегодня очень много разных точек зрения. Одни говорят, что это привет президенту. Сейчас мы до этого дойдем. Версии мы дойдем. Я хочу сказать, что это было покушение на жизнь. Это не было актом запутчивания. Ну, однозначно, однозначно покушение на жизнь. Давайте кто-то из нас посидит в этом автомобиле. Но это кошмар. Не дай бог никому. Поэтому очень важно, сегодня у президента Зеленского есть все рычаги для раскрытия этого преступления. И Служба безопасности, и МВД, и другие структуры. Обществу, которое давно разочаровалось во власти в силу того, что резонансные преступления не раскрываются годами и десятилетиями, обществу сегодня очень важно сказать, вот эти люди хотели убить Сергея Шефира, потому что... И это очень важно вот для нас, для простых людей, потому что если такое преступление может совершаться по отношению к помощнику президента, который в силу своего характера является неконфликтным, интеллигентным человеком, что говорить о нас, о простых людях, если надо дать ответ? Обязательно надо дать ответ, кто заказчик, кто исполнитель, кто сообщники. Дмитрий Гордон, я бы с легкостью не говорил, что вот Сергей Шефир, человек бесконфликтный. Нет, вы понимаете, то есть теракт совершается обычно против людей, которых легко достать, ну легче достать. Я вот хотел по этому поводу обратить ваше внимание. Смотрите, Сергей всегда ездил без охраны. Кстати, я хочу Александра спросить, многие же руководители и слуги народа, и министры, и я даже не хочу говорить выше, ездят вообще без охраны, да? Ездили до сих пор. Я думаю, что это тревожный звонок. У меня вопрос Дмитрию Гордону. Я хочу спросить у вас. Вы версию Рейхстага рассматриваете? Нет. Как зеркало недели? Нет. Нет. Я считаю, Савик, я считаю, что это настоящее покушение. Я считаю, что наверняка, учитывая бесконфликтность, интеллигентность Сергея Шефира, наверняка это звонок для президента, но важно понять, кто звонит. Кто звонит. Я еще раз хочу сказать, что Юлия Владимировна сейчас сказала. Дайте фамилии. Положите фамилии, чтобы у общества не было никаких сомнений. Заказчики, исполнители, сообщники. Мы присутствуем, да, при уникальном событии. Я присутствую второй раз. Господин президент Саакашвили говорит во всеуслышание, что у нас ежегодно из государственного бюджета воруют 37 миллиардов долларов. Я, как попка-дурак, за ним это повторяю раз в 10 уже на многомиллионную аудиторию. А где реакция власти? А где реакция власти? Человек говорит. Это же не кто-то там, это президент. Докинул еще Блинкент, гостики Держа США, что 40 миллиардов. Блинкент говорит 40, Саакашвили говорит 37. Где реакция власти? Это первое. Второе. Закон о диаголигархизации. Я считаю, это большая ошибка. Я считаю, что он направлен не против олигархов. Чтобы все люди нормальные поняли, олигархи вообще не пострадают от этого закона. Они выкрутятся. У них все и сейчас хорошо, и будет хорошо. Пострадает от этого закона мы с вами. И я объясню почему. Этот закон не призван бороться с олигархами. Он призван бороться со средствами массовой информации, которые принадлежат олигархам. Кому принадлежат наши лучшие каналы? Перечисляю фамилии. Коломойский, Порошенко, Ахметов, напомните. Фирташ. Фирташ. Кто еще? Левочкин. Левочкин, да. Значит, у них отнимут каналы. Там хоть сейчас какая-то есть дискуссия. Мне не нравятся каналы Порошенко, как и сам Порошенко. Но я против того, чтобы их закрывали. Я против того, чтобы его вынуждали их продавать. Пусть будут разные точки зрения. Если эти каналы олигархов вынудят продать, еще никто не купит, или закрыть, будет Россия. Россия шла по этому пути. У Березовского был первый канал, забрали. У Гусинского был НТВ, забрали. И сейчас там один сплошной федеральный канал, который говорит устами президента Путина и Кремля. Если мы хотим, чтобы было так, если мы хотим, чтобы Украины забрали свободу слова, вместе со свободой слова у вас заберут все. Будете нищие, будете находиться в условиях, в которых находились в 90-е годы и в советское время. Это моя точка зрения. Можете с ней не соглашаться. Напоследок спрошу Дмитрия Александровича. Я полностью разделяю то, что говорит Дмитрий Заков. Дмитрий Александрович, скажите, что вас в скором времени снимут с поста спикера и на ваше место назначат Руслана Стефанчука. Да или нет? Решать будет Верховная Рада. Пока обращений ко мне за подписными листами не было. Я надеюсь, что я работу свою хорошо делаю. Я понимаю, что кому-то хочется, чтобы, наверное, в кресле был кто-то другой. Вы скажите, да или нет? Да или нет? Я не готов ответить. Пока ко мне не обращались. Я могу ответить. На следующей сессионной неделе они будут снимать Разумкова. Руслан Стефанчук сдал экзамен вчера, что можно без процедуры, без ничего идти. Вы сказали, Алексей Алексеевич, все, только не вместе. На следующей сессионной неделе будут снимать Разумкова. Дмитрий Александрович, вам дали... Потому что парламентом должен руководить Зеленский тоже. Конечно, мы голосовать за это не будем. Я просто коротко скажу и закончу. Смотрите, я за место не держусь, я об этом говорил. Ни одно место не стоит то, с чем ты шел к людям, не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести, честно. Поэтому буду стоять на тех позициях, которые у меня есть. Меня технику об этом говорил не единожды. Если мы говорим про должность спикера, примет решение Верховная Рада отправить меня в отставку, уйду. Но, знаете, идти на угоду с совестью точно не будет.